Самый большой по численности населения район страны, похоже, сумел сделать скачок в сторону развития. Рост показателей наблюдается в промышленности, в сельском хозяйстве и в пополнении государственной казны. Мы выполнили все задачи, поставленные правительством. Исполнение доходной части бюджета обеспечено на 106%, а по сравнению с предыдущим годом темп роста составил 114%. В течение года было открыто 7 новых предприятий. Объем привлеченных инвестиций превысил полтора миллиарда суммов. Поддержка сельского хозяйства по-прежнему в приоритете. Мы намерены в этом году создать логистический центр. Для этого выделяется 33 гектара земли. Обойдется он примерно в 20 миллионов долларов. Этот центр будет подобием бывших заготовительных контор, то есть поможет крестьянам реализовывать выращенную продукцию. Помимо этого, в наступившем году планируется увеличить объемы сельхозпроизводства в полтора раза. Один из путей развития тепличного хозяйства. Житель села на реманках Роман Закиров построил две теплицы на 22 сотках земли. Теперь он вместо одного урожая получает сразу три. Около 20 тонн овощей фермер продал перед Новым годом. Следующий урожай поспеет к середине весны. Мы надеемся, что со вступлением в таможенный союз перевозить товары станет легче, и мы сможем экспортировать свою продукцию в Россию. Перспективы развития района в наступившем году были обсуждены на расширенной коллегии района. Здесь же были подведены итоги соревнований среди аэльных округов. Призеры получили от имени общественного фонда имени Матраимова денежные премии в размере 50 и 100 тысяч сомов, а победитель аэльный округ Кататалдык – автомашину. Наступивший год в Ожской области объявлен годом поддержки производителей и экспортной продукции. В этом направлении намерены строить свою работу и руководство Карасуйского района.